Верские шалости Это новости на ТНТ. В студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Начну выпуск с шокирующего случая. Ученика 2-го класса 5-й школы жестоко избили одноклассники. В результате мальчик оказался в реанимации и пока прикован к больничной койке. С пострадавшим встретилась Евгения Кокшарова. Сегодня у восьмилетнего Севы на обед борщ. Только вот самостоятельно мальчик не может кушать уже неделю. А все началось с того, что Сева чуть раньше учителя вернулся в класс из школьной столовой. Во время перемены одноклассница Севы Вика толкнула на него другого мальчика. Сева не удержался и упал на пол. Я чуть-чуть поднялся, но не успел я встать. Как Вика из коридора два раза мне прыгнула на шею. Боль была сильная. Но потом, как Максим Елькин увидел, что делает Вика, он у нас плохой ученик, вечное замечание. Он решил так же сделать. С большого разбега и с большого прыжка. Мне прыгнуло на шею. Боль была очень сильная. Дальше мальчик уже плохо помнит, что происходило. После жестокого избиения Севу доставили в реанимацию с диагнозом вывих второго, третьего и четвертого позвонков – отек спинного мозга. Мальчик не чувствовал ни рук, ни ног. Сейчас чувствительность вернулась. Но Сева прикован к кровати. В выходные мальчик наденет бандаж на шею и сможет сидеть. После этого придется заново учиться ходить. Врачи говорят, что все обойдется. Парню повезло. Природа одарила крепким здоровьем. Ну, последствия, наверное, все равно останутся. Все-таки все равно шейный отдел задет. Ну, вот как врач мне сказал, остеохондроз и головные боли будут присутствовать. То есть мы его уже не в секцию, никуда будем его беречь. По словам Екатерины, родители детей, которые прыгали на шею у ее Севы, перед мальчиком даже не извинились. Родители, у которых дети виноваты, они кричат, они вообще не, ну как, реагируют неадекватно. Сами, вот видимо, как воспитывают, в какой среде, так и дети такие. Матери приходили, они очень грубо себя вели. И у нас тогда тихий чай был, пришли, спросили, ну и что вам теперь от нас надо? Как накажут агрессивных детей, которые довели одноклассника до реанимации? Переведут ли малолетних дебоширов в другой класс или в другую школу? Эти вопросы мы решили задать директору пятой школы Виктору Новикову. Особого желания разговаривать у Виктора Николаевича на эту тему не было. Сказал, что торопится. А чудовищный проступок он назвал детскими шалостями. Детская шалость. Вот так вот дети у нас сегодня играют. То есть это нормально? Не специально? Дети так играют сегодня. А их переведут куда-то в другой класс, в другую школу? Никакие школы, никто никого не переводит. Дети будут дальше в одном классе учиться? Дети будут учиться по желанию родителей. Это все желания родителей. Я своей властью не могу. Однако маме мальчика пообещали, что когда Севу выпишут первое время, учитель будет приходить к нему на дом. А со следующего года Екатерина хочет сама перевести сына в третью физико-математическую школу. Тем более, что уже сейчас Сева мечтает посвятить свою жизнь точным наукам. А кем хочешь стать потом? Ученым. Я математику очень сильно люблю. Евгения Кокшарова, Лев Сабуров. Новости на ТНТ. На очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям сегодня рассмотрели самые важные для города вопросы. Правда, совещание прошло буквально за 20 минут. У Сергея Каленика самая точная информация. Одним из важнейших вопросов для нашего города по-прежнему остается ситуация с провалами и их мониторинг. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям большее время посвятили обсуждению именно этой темы. Провал номер один на территории Первой Калининой. Здесь ситуация без изменений. Размеры прежние. А вот второй и третий провалы никак не успокоятся. По-прежнему максимальные оседания зафиксированы с восточной стороны провала номер три. И составляют 230 мм в месяц. Воронка продолжает увеличиваться. В целом по площади опасной зоны отмечено ускорение процесса сдвижения от 0 до 5 мм в месяц. В связи с этим Сергей Дьяков дал указание расширить зону мониторинга третьего провала. Вы получаете прямое указание расширить уровень разведки и охватить вот эту зону, в сторону которой идут максимальные оседания. Следующие затронули тему гаражного кооператива «Калиец». Он вне пределов опасной зоны. Но трещины, конечно, на гаражах были уже весной. В основном на стыках между гаражей. Сейчас проверка гаражей невозможна, так как постройки завалены снегом по самую крышу. Снег зимой всегда бывает и на него, как бы, про него разговаривать нечем. К следующему ЧС руководителю этого гаражного кооператива задачу поставьте, что это такое. Председателя гаражного кооператива попросят как можно быстрее расчистить огромные сугробы для проверки состояния гаражей. Каждый гараж, вот там, в этой зоне, посмотрите, вот, если вы увидите что-то, то конкретный номер такой-то, значит, такой-то аварийный гараж, потому что весь комплекс кооператива закрывать мы не будем. Об очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям вам рассказали Сергей Калиник, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Вопрос ребром. Недовольство жителей дома номер 86 по улице Ломоносова нарастает с каждым днем. Люди просто устали оплачивать коммунальные платежи за себя и за соседей, которые не платят. В последнее время ситуация накалилась настолько, что некоторые плательщики просто отказываются закрывать свои долги за ОДН. В ситуации разбиралась Наталья Луначева. Были бы счетчики, но счетчиков нет там. Ну, вот три человека же, вот сколько они мотают, расходуют воды, неизвестно. Ребенок был маленький. В эти квиточки 61-й квартиры, которые почтальон случайно положил в чужой ящик, Вера Александровна вглядывается каждый день. Но все никак не может понять, почему у ее соседей-ложников общая сумма долга, у которых только за воду превышает 26 тысяч рублей. В строке индивидуального потребления вот уже несколько месяцев стоит ноль. Мне бы не хотелось платить за тех людей, которые тут живут, пользуются водой, а этой водой за эту воду не оплачивают. То, что они живут, вы это сами видели? Да. Когда последний раз вы их видели? Ну, где-то видела, может быть, месяц назад жили вот конкретно в этой квартире. Сколько человек? Три человека. Родители и ребенок. А вот приходят квитанции, им ставят индивидуальное потребление воды, то есть по квартире, по нулям. Вера Александровна в свою очередь ежемесячно помимо своих трех кубометров воды молча оплачивала еще три куба за общедомовые нужды. Но терпение у женщины закончилось. Поскольку нам начисляет Бирц, я пошла с заявлением в Бирц, приложила копии квитанции 61-й квартиры и своей квартиры 64-й. Ну, они мне так объяснили, оператор. Говорит, мы этим не занимаемся. Какую сумму, какое количество кубометров нам подает, мы той начисляем. Говорит, сходите в дом управления. Но в дом управления Вере Александровне тоже ответа не дали. Куда обращаться дальше, женщина просто не знает. По какой формуле считают коммунальщики, не понимают и другие соседи. Этим неравным счетом они также возмущены. Против 0,61-й на каждую из их квартир приходится 3-4 куба по ОДН. Как мы? Что уж нам принесет, то мы платим, чтобы не было долгов. Ну, обидно, потому что нам ведь ниоткуда деньги не валятся. Мы это все делаем из пенсии. По словам жильцов, к виточке приходят на имя Евгении Зыковой, женщины, умершей несколько лет назад. По завещанию жилплощадь досталась некой Галине Пикнеевой. Сама она ни дня в этой квартире не прожила. Зато сдает ее регулярно. А вот с оплатами за коммуналку большие трудности. Последний раз эта 61-я квартира оплачивала свои счета в июле прошлого года в размере 600 рублей. Сейчас ни квартиросъемщики, ни сама владелица квадратных метров на контакт с соседями не идут. Вот и нам. Двери так никто и не открыл. И даже связаться с самой владелицей жилплощади по телефону нам не удалось. Зато мы обратились в Бирц и в Березняковский филиал «Новогор-Прикамье». В расчетном центре дать ответ нам на камеру отказались. Но пообещали, что добросовестным плательщикам из 86-го дома помогут. Что ответили представители «Новогора», мы расскажем в ближайших выпусках. Наталья Луначева, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. На бензин введут социальную норму или начнут выдавать по талонам. Российские эксперты прогнозируют рост стоимости бензина в наступившем году на 2-3 рубля. Чтобы жители страны не заметили подорожания, президент Союза нефтепромышленников России Геннадий Шмаль предложил ввести социальную норму на топливо. По его словам, в среднем 200 литров топлива в месяц достаточно для водителя. В пределах этой нормы бензин можно продавать вдвое дешевле рыночной цены. А сверхнормативное потребление бензина значительно дороже. Также эксперт предлагает часть автозаправок перепрофилировать для продажи топлива малоимущим категориям граждан. Сейчас в России 25 тысяч заправок. Около 6-7 тысяч принадлежат крупным компаниям. Часть из них можно перепрофилировать для продажи бензина незащищенным категориям населения или же ввести на них отпуск бензина по талонам, цитирует Шмаля российская газета. По мнению некоторых экспертов, эти предложения неэффективны. Они считают, что нуждающимся лучше выплачивать деньги. А в клубе «Семь» состоялся концерт «Джигана». Украинский хип-хоп-исполнитель, как всегда, порадовал публику своими песнями и в очередной раз взорвал танцпол. Сергей Калейник побывал в эпицентре событий. «Джиган» – один из самых популярных мейнстрим-исполнителей в России и ближнем зарубежье. Его творческий путь можно считать ярчайшим примером уверенного восхождения по лестнице шоу-бизнеса. «Джиган» громко заявил о себе на всю страну, спев дуэтом с Анной Седоковой, Юлией Савичевой, Жанной Фриске, Тимати, «Дискотека Аварии» и другими не менее знаменитыми исполнителями песен. Джиган вышел на сцену и сразу взорвал танцпол. Девочки, ярая поклонница на переднем плане у сцены, в прямом смысле визжали от радости. Пожалуй, самая популярная песня, которую исполнил «Джиган» в клубе «Семь» были «Нас больше нет» и «Держи меня за руку». Как ни странно, такие лирические и романтические песни нравятся не только девушкам. Многие парни с удовольствием слушают «Джигана». У меня флэри постоянно, я бегаю с ним. Джиган мне в ухо поет. Клевые песни, клевая музыка, вообще клевый отдых. Отлично все, просто супер. Мультипанатный концерт, все было круто, здорово, молодцы все. Ну, альбом, презентация, все было просто замечательно, позитивная энергетика, очень много народа, просто супер, вау. Интервью в этот раз «Джигану» удалось избежать. После выступления он сразу уехал. Видимо, где-то его уже ждут поклонники. Сергей Каленик, Степан Некрасов, новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды, а я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. В Березниках 13 февраля облачно, с прояснениями небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 17, минус 19, днем 13-15 градусов мороза. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. 13 февраля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена центром ФОБОС. Если есть у вас проблемы, крышу требуют замены. Профнастил и металлочерепица в хозяйстве очень пригодится. Покупая зимой, забираю весной. Вот это удача! Плюс Агрострой подарит до 10% скидки при дачу. Агрострой. Советский проспект 6.